Для каждой из них нам хочется найти разбитую и меньшую систему представителей. Вот насколько он может быть маленьким, насколько он может быть большой. Ну давайте попробуем обсудить. Какова бы ни была совокупность системы, я еще называл N-полиграфическое, там от M точно не больше, чем минимум из веточинь NS. Смотрите, что означает утверждение о том, что Тау от M не превосходит N? Что оно вообще означает? Это означает, что всегда есть система общих представителей, количество элементов которой не больше, чем N. Это очевидно. Это так, как всегда, 1, 2 и так далее N, это уж точка соль. Множество из всех людей всегда можно взять в команду. Они уж точно служат системой общих представителей. Поэтому N человек всегда хватит. Тау от M не превосходит N. Это скорее просто для иллюстрации определения, больше ничего. А что означает, что Тау от M не превосходит S? Второй элемент из вот этого множества, по которому он берется минимум. Что значит, что Тау от M не превосходит S? Ну это значит, что можно взять S человек всегда в команду. Ну как их взять? Ну а тупее некуда. У нас же всего S множество. Ну давайте возьмем любого человека из первого множества, любого из второго и так далее. Но если какие-то два совпадут, нам только лучше. То есть это просто поскольку можно взять по представителю из каждого множества. Тупо совершенно. Можно взять по представителю из каждого множества. Их всего S штук, представителей точно будет не больше, чем S. То есть это абсолютно тривиальное утверждение. Давайте усилим его немножечко. Давайте напишем следующее утверждение, в котором будет говориться так. Какова бы ни была, но это не переписывает, конечно, какова бы ни была, совокупно с тем, то есть сначала в точности такое же, как в предыдущем утверждении, выполнено такое неравенство. Тау от M, размер не меньше, сон, но точно не превосходит вот чего. N минус K плюс 1. Интересно, почему бы это? Ну это, конечно, немножко получше, чем N, правда? И N это тупейшая оценка. Ну, правда, взяли просто всех товарищей и запихали в Олимпиаду. Это дорого, до Австралии не долететь. А вот здесь немножко получше. Мы из N все-таки вышли K, но, правда, прибавили 1. К, напоминаю, это мощность каждого множества. Так, вот это интересно, почему так. Объясняем доказательства. Возьмем элементы 1, 2 и так далее, N минус K плюс 1. Для каких множеств мощности K? Они точно служат представителем. Ну, понятно, для тех, которые содержат либо 1, либо 2, либо вот это, правда? Для каждого из тех K-элементных множеств, которые содержат хотя бы 1, 1 чиселку отсюда, эти элементы служат представителем. Для кого же они могли бы не служить представителем? Для кого, для каких K-элементных, для каких множеств? Для каких множеств? Эти элементы могли бы не служить представителем. Эти элементы могли бы не быть представителями. Для каких множеств этих элементов могли бы не быть представителями? Вопрос. Для тех, которые ни одного из них не содержат, просто поопределим. И что же это за множество? Отмечаю. Это множество, которое целиком содержится среди оставшихся элементов, ну и среди элементов n-k-2, n-k-3 и так далее n. Но сколько таких элементов? k-1. В них просто не может залезть ни одно k-элементное множество никак. То есть те множества, для которых эти товарищи не служат представителями, они точно имеют размер не больше, чем k-1, потому что целиком живут здесь. Целиком помещаются в множестве, мощность которого k-1. Но, значит, как бы ни была устроена совокупность, мы просто не сумеем ее так разместить, чтобы эти товарищи не послужили для нее элементами сова. Мы вынуждены были бы запихать что-то из нее вот сюда, а оно не запихивается. Оно k-элементное здесь k-1. Все. Все утверждено. Значит, вот у нас есть какая-то совокупность k-элементных подможеств. face. Я утверждаю, что вот эти товарищи служат для нее сова. Почему? Почему? Потому что, если в этой совокупности есть какое-нибудь множество, которое не представлено ни одним из этих товарищей, если в этой совокупности есть хотя бы одно множество, которое не представлено неоглимо из этих товарищей, то оно целиком и полностью содержится среди вот этих элементов. Но этих элементов k-1, как вы правильно заметили. Но как же может такое быть, чтобы k-элементное множество отсюда целиком и полностью лежало внутри множества мощности k-1? Это совершенно невозможно. Значит, нету прямых компитов, вот отсюда, имеющих мощность k, которые бы здесь целиком лежали. А значит, они пересекаются хотя бы с одним из этих элементов. То есть, по определению эти элементы служат сок для нашей свободности, какова бы она ни была.